Когда мы включались в начале 2000-х годов в так называемые баллонские процессы, внутри этих документов есть одна очень хитрая штука, на которую обратили внимание достаточно поздно. Образование делят на три части. Формальное, неформальное и информальное. Отличие принципиальное. В формальном образовании это всё то, что тебе навяжут сверху, и ты получишь диплом. Неформальное — это когда ты имеешь возможность выбрать, но всё равно получишь диплом. И третье — информальное образование — это такая социализация. То есть ты пришёл в музей, например, посмотрел таблички, прочитал что-то — это элементы информального образования. Проблема российской образовательной системы именно в этой неразграниченности. И это, к сожалению, очень плохо приживается, несмотря на то, что проводятся конференции, различные встречи, семинары, симпозиумы и так далее. Но на уровне университета мы можем взять наш любимый Уральский федеральный университет, не работает. То есть формально только консервативнее и всё сильнее сжимает студента, а всё остальное вытеснено в так называемую воспитательную работу. То ли она социализация, то ли она навязывание каких-то определённых моделей поведения, фиг его уже знает, никто не понимает. Но это то, что меня на самом деле очень сильно интересует и заботит, как перейти в систему вот этого трёхразделённой, трёхсистемной образовательной парадигмы. И дистанционное образование, как мне видится, это как раз формат неформального и информального образования. Любой может включить в интернете лекции. Их сейчас очень много. Многие американские вузы просто это выкладывают. Ведущие вузы, ведущих лекторов мира. Включайте, смотрите, просвещайтесь, и это будет часть вашей образовательной стратегии, личной образовательной стратегии.